Приветствую вас, мои любимые, на нарративном раскладе. Благодарю вас от всей души, что вы помните про энергообмен. Помните, что благодарить – это важно. Огромное вам спасибо за поддержку. Сегодня посмотрим тему, какой женщиной он тебя видит. Захотелось взять немножечко тему такую полегче, поближе к тому, что нас действительно волнует. Хотя есть очень много всего того, чего я хочу сказать. Но, честно говоря, как-то подумала, что, наверное, сегодня не буду перегружать пространство своими философскими изысканиями. Спасибо, что приходите. Пятерка Пентаклей, кармические уроки. Куда же без них. Итак, какой женщиной он тебя видит? Для начала давайте посмотрим. Да ему с вами повезло. Уж не знаю, осознает он это или нет. Для кого расклад? Кто вы? Кто он? Что на данный момент между вами происходит? У вас, знаете, такое сейчас состояние двоякое. То есть, с одной стороны, вы человек невероятно творческий. Вы человек, который способный создавать миры. То есть, вы созидатель. И вы способны вот воплощать, материализовать в этот мир, в эту жизнь, что-то, что до вас вообще, ну, как бы отсутствовало как таковое. Да, это может быть связано с чем угодно. Это, ну, не в буквальном смысле, это даже, скорее даже наоборот, какое-то очень земное дело. Да, какой-то ощутимый материальный продукт. Это может быть, не знаю, приготовление еды, какие-то красивые десерты. Это может быть флористика, это может быть пение, естественно. Это может быть и живопись, это могут быть танцы. Это может быть и эзотерика в том числе. Это может быть умение выстроить диалог с человеком таким образом, чтобы ему действительно стало легче жить. То есть, вы умеете этим делиться. Это все за счет того, что вот это как раз ваша способность воссоздавать миры, использовать эту фантазию во благо себе и людям, которые вас окружают, у вас очень развита. Но также семерка кубков, конечно, нам свидетельствует о том, что иногда вы, ну, как бы не всегда видите эту разницу, да, между тем миром, который вы соткали из своих фантазий и той реальностью, которая вас окружает. В принципе, так тоже можно жить. Просто если вы не очень страдаете вот от этого момента, когда вы, ну, грубо говоря, натыкаетесь на вот этот вот стеклянный барьер, да, который разделяет то, что вы придумали и то, что есть на самом деле. Человек, который сегодня пришел на расклад, бывший суд, ну, конечно, этот человек не случайный в вашей жизни. Человек, который появился. И у вас появилось какое-то, знаете, либо желание чего-то достигать, либо желание куда-то двигаться, либо вы как-то почувствовали иначе свой масштаб, какой-то свой потенциал стали раскрывать. Может быть, наконец-то двинулись туда, куда вы долго не решались, почувствовали какую-то внутреннюю смелость. То есть, смотрите, этот человек, посланный вам, да, высшими силами. Ну, у нас там этот кармический урок-то проскакивал на тасовке колоды, да, пятерочка пентаклей. То есть, он что-то такое в вашу жизнь привнес, да, не обязательно это случилось как-то приятно. Может быть, это было достаточно ощутимо и болезненно. Но этот человек, с которым, возможно, вы сейчас, как вам кажется, разминулись, ну, на таком земном, телесном, физическом плане, да, в материи вы не вместе, но это человек, который оставил след в вашей жизни. Ну, потому что смешно было бы думать, что если вы с телом человека физически находитесь рядом, это и есть близость. Ну, это очень такое примитивное понимание. На самом деле, если мы с кем-то, когда бы то ни было, зацепились душами, то вот от этого как раз контакта, от этой близости уйти достаточно сложно. Ну, не случайно, так часто бывает, да, что человек, который занимает как раз все наше сознание и подсознание, он где-то очень далеко. То есть, мы физически до него дотянуться не можем, но ментально это человек, который занимает какое-то колоссальное место в нашей жизни. Вот это такой товарищ, да, который очень значим для вас. Что между вами? Между вами томительное ожидание по семерке Пентаклей, что, ну, когда же уже, наконец, вот эта вот моя синица сменится на журавля. Да, помните, я как-то уже этот смешной стишок-пирожок вставляла. Эргономичные синицы так здорово лежат в руке, а в журавлях сплошные ноги и неудобный острый клюв. В общем, эта история про несовпадение ожиданий и реальности, как раз о чем я говорила. То есть, между вами сейчас бездействие, пауза, то есть, на внешнем физическом плане вас мало что связывает. Но ментально вы в жесткой сцепке. Я бы это так обозначила. Ну, теперь давайте смотреть на сегодняшний момент. Здесь и сейчас загаданный человек. Какой он вас видит женщиной? Вообще, все, что из потока пойдет, все вам расскажу. Какой женщиной он тебя видит сейчас? Женщиной, которая всеми силами пытается задавить свои чувства и эмоции. Да, вот из вас прорывается эта влюбленность, а вы себе говорите, тихо, успокойся. Ну, ты же взрослая женщина, ты же знаешь, как это себе объяснить. Да, это же все рационально совершенно иначе выглядит. Где твой здравый смысл? Да, включил уже, наконец, голову. То есть, вы сами себя пытаетесь призывать к какому-то разуму. И не даете себе проявляться. Не даете действовать. Он это очень хорошо чувствует. То есть, потому что, я еще раз говорю, вы физически не рядом. Но вы ментально каждое движение своей души и души другого человека, важного для вас, ощущаете как свои собственные. То есть, вы друг друга отзеркаливаете. Ну, то есть, здесь не нужно рисовать какие-то страшные картины про то, что кто-то там мысленно кем-то на расстоянии управляет и манипулирует. Это работает несколько иначе. То есть, если вы какого-то человека для себя душевно назначаете важным, да, то есть, вы на нем фиксируетесь, мы же не будем забывать, да, где внимание, там энергия. Вы понимаете, что не отпускает, да, проходит там несколько дней, вы там себя бьете по рукам, говорите, не заходи, не смотри, не проверяй, не мониторь его социальные сети, да, не дай бог, не пиши, не думай. Вы себя отдергиваете, отдергиваете. А потом в какой-то момент, вот те, у кого когда бы то ни было были зависимости какие-то, пищевая зависимость, да, ты не ешь, не ешь неделю этот торт. Ну, а потом через несколько дней у тебя начинается вот этот приступ, да, когда ты начинаешь есть все подряд. С эмоциями точно так же. Вы себе запрещаете, вы себе пытаетесь там как-то увещевать, да, налаживать себя на какую-то рациональную жизнь, отвлекаете себя. А потом вы понимаете, что вы в этой паузе, конечно, висите, но это очень шаткое положение. То есть он видит вас, он знает про ваши чувства, точно, абсолютно. Он видит, как вы пытаетесь больше в его сторону проявлять вот эту вот такую холодную, расчетливую, рассудительную часть своей личности, вот этот архетип, да, включаете. Но при этом он понимает, что вы в ожидании. Он эту семерку Пентакли считывает. Вы от него чего-то ждете, он это чувствует. Какой еще женщиной он тебя сейчас видит? Что думает, что чувствует? Ну, есть немножко такие вот нотки, да, крокодил не ловится, не растет кокос. Есть вот эта вот какая-то такая немножечко печаль. Страдальческие, романтические такие есть настроения, он вас угадывает. Расклад общий, да, я понимаю, что не каждый из вас, может быть, это относится. Вот это вот такое профессиональное страдальчество. Да, есть же такие люди, которые, ну, вот как-то себя уютно чувствуют в этой меланхоличной роли. Ну, может быть, это к вам не относится. По крайней мере, он вас вот этой русалочкой вполне себе ощущает. Еще он понимает, что вы сейчас вот все свои силы душевные пытаетесь как раз положить на то, чтобы решиться и пойти как раз в сторону выстраивания такого комфорта земного по десятке пентаклей. То есть вы уже не наедаетесь какими-то вот этими иллюзорными конструктами, какими-то фантомами, призраками, прожектами, да. То есть вам надо, чтобы вы могли опираться на саму себя, иметь все то, что вам нужно, чтобы ваша семья была вот физически материально в этой жизни проявлена, чтобы ваш человек не только был с вами на ментальной связи, но чтобы вы могли до него дотянуться, пощупать, потрогать, получить все тактильные удовольствия, которые вам нужны. То есть вы сейчас хотите проявить себя максимально в материи. Возможно, еще он вас как раз видит женщиной, которая ввиду какого-то решительного шага как раз пережила прорыв, да, может быть, в карьере, может быть, в материальной сфере финансовой добилась какого-то благосостояния, видимо, успеха. Вот, ну и в этом смысле, конечно, он понимает, что вы таким образом, может быть, это используете как такое вот некое топливо, да, вот это свое страдание, неустроенность личную, вы сублимируете как будто бы вот в попытку реализоваться вот в этом внешнем плане. Вы правильно делаете, да, потому что, ну, это гораздо более разумный вариант, чем просто вот бесконечно эти сопли на кулак наматывать. То есть вам можно поаплодировать в этом плане. И он в каком-то смысле как раз вот эти ваши земные заслуги очень даже высоко ценит и признает. Вот еще, смотрите, тут такой важный момент. Вот он вот эту вашу русалочку внутреннюю почему чувствует, да, потому что в каком-то смысле это какую-то часть его души отражает ему. То есть он тоже по какой-то причине, ну, сейчас, видимо, с вами не вместе, да, то есть есть у него тоже какая-то опечаленность, что вот получилось именно так, а не как-то иначе, да. Поэтому вот эта печаль отчасти это его печаль тоже. Давайте спросим так. А какой женщины он хотел бы видеть вас по отношению к себе? То есть что бы он хотел, чтобы вы проявляли в его сторону? Чего, собственно говоря, он от вас ждет? Чего хочет сейчас? Ну, любимые мои, нужны ли тут какие-то мои интерпретации, да, чего он хочет? Он, во-первых, хочет, чтобы вы были к нему более справедливыми, потому что ему кажется, что вы в отношении его сделали какие-то неправильные выводы когда-то. Это я его сейчас вам мысли и чувства передаю, да. Так это или не так, вот каждый в своей ситуации сможет разобраться, я уверен. И еще он хочет, чтобы между вами вновь вот вспыхнул этот какой-то огонь любви, да, который помог бы вам в это прекрасное состояние влюбленных вновь зайти. То есть есть такое ощущение, что, может быть, уже длительное время общения не было, как-то все подзатухло, как-то все так немножечко охладело. Вот, поэтому очень хотелось бы, чтобы вот на том же драйве, беззаботном каком-то, как это возможно было в самом начале, то есть вновь завести вот этот моторчик, который между вами когда-то был. Но вообще, конечно, это человек, который не оставляет своей этой надежды на то, что когда-то еще вам удастся вот в подобной мизансцене вместе оказаться. Уж в каких ролях, да, кем вы будете на тот момент друг другу приходиться. Вот я еще раз хочу почему-то с дозволения Вселенной и Высших Сил сакцентировать внимание, что, ну, это довольно странно думать, что любовь, это если вы идете вместе, держитесь за руки. Это, конечно, приятный бонус, когда это тоже есть. Но ведь это такое чувство всеобъемлющее, да, что, собственно говоря, если этого человека рядом с вами нет, любить его вам запретить никто не может. Вы-то испытываете это чувство привязанности, да? Ну и, скорее всего, по влюбленным это чувство симметричное. Что ему в вас бесконечно нравится? Чем он восхищается, любуется, часто это вспоминает, как-то очень так бережно хранит в своей душе? Что ему в вас, как в женщине, нравится? Ну, вы мощны, конечно, мои любимые. Вы вихрь, да, вы как ураган ворвались в его жизнь. Он в невероятном восхищении и в каком-то недоумении даже по поводу какого-то неиссякаемого ресурса. Энергии очень мощные по восьмерке жезлов. Вас вообще мало что может остановить, если вы наметились, да, что-то делать. У вас нет совершенно, знаете, какой-то трусости. Вот вы просто прете на пролом. И это не ввиду какого-то там недостаточного интеллекта. Это смелость. Это какая-то решительность. Потом посмотрите, туз жезлов. Вы его невероятно возбуждаете. То есть вы такая женщина, которая вот его просто с полоборота погружает вот в это состояние какой-то страсти невероятной. А по королеве Пентакли его и удивляет, и восхищает, как вы вот этот вот свой темперамент можете совмещать с королевой Пентакли. С женщиной, у которой в порядке дом. У которой окутаны заботы близкие, да. Может быть, он знает, что вы как мать великолепно справляетесь со своей ролью. Вот помним Дональда Винникотта, замечательного психотерапевта английского. Достаточно хорошая мать. То есть это женщина, которая, будучи матерью, да, заботясь о своем потомстве, не превращается в наседку, да. Она помнит, что она женщина, она при этом страстная, она при этом привлекательная, и при этом она никогда не отступится от каких-то своих задумок в плане какой-то там реализации, карьеры, каких-то своих творческих совершений. То есть удивительный баланс. Вот это ему в вас бесконечно нравится. Ну и давайте бонусом поинтересуемся, как видится Вселенная, какие у вас перспективы, есть ли шансы выйти из этой семерки Пентакли, да, дождаться этого урожая, прилетит ли этот журавль, что вам в ближайшем будущем уготовано с загаданным человеком. Победа над одиночеством и дерзновение. То есть ваше молчание прекратится в ближайшее время, но вас ждет какой-то серьезный, возможно, местами не очень приятный разговор. Это предъявление претензий, это попытка выяснить то, что между вами не проговорено когда-то, да, вот предъявить друг другу какие-то требования, разобраться, что там, когда было не так, высказать друг другу какие-то подозрения. Ну самое-то главное, да, шестерка жезлов. Вот эта победа в том будет заключаться, что вы перестанете молчать, нарушите это молчание, нарушите уж так, как получится, да, каждый находится на своем уровне духовного развития. То есть вы знаете, иногда пойти в конфликт, это единственный способ изменить ситуацию к лучшему. Это можно, конечно, делать там более-менее цивилизованными какими-то методами и способами, но для вас это будет такой, знаете, момент истины. Ну нужно будет уже этот нарыв как-то вскрыть, да, для того, чтобы понять, есть ли смысл ждать у моря погоды. А если это какие-то такие, знаете, барьеры и препятствия преодолимые, то нужно их проговорить, выяснить, договориться, что с ними делать, и идти к этой победе вместе. Ну что ж, мои любимые, вот такой сегодня получился нарративный расклад на тему, какой женщиной он тебя видит именно сейчас. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, с большим удовольствием ознакомлюсь с обратной связью. Спасибо вам, что помните про энергообмен, поддерживайте меня донатами. Те, кто меня смотрит не из России, донат можно отправить на Бусти. Очень признательны всем тем, кто помогает. Спасибо вам также за лайки, за замечательные, вдумчивые комментарии, за оформление подписки. Если нужен личный расклад, находите мне ВКонтакте или по почте. Там я расскажу, как это можно организовать. Рада, что вы нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Я вас очень-очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда, и непременно приходите на новый нарративный расклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова